Мавританский идол или рогатый занкл, морская рыба семейства занкловых. Длина до 22 сантиметров. Внешний вид, как вы можете оценить по этому видео, очень привлекательный. Треугольные спинной и анальной плавники придают занклу как бы полулунное очертание. Длинный нитевидный вырост, иногда превышающий длину рыбы. Это вырост третьего колючего участка новоплавника. Глаза посажены высоко, у взрослых рыб над ними есть небольшие выросты, похожие на маленькие рога. Отсюда и название рогатый занкл. Рот вытянут в виде тонкой трубки, зубы щетинкообразные, слегка загнутые назад. Благодаря своему своеобразному и привлекательному виду мавританский идол попал на монеты и марки некоторых стран. Индонезия, Коста-Рика, Куба, острова Гилберта, ЮАР. Рогатый занкл обитает в коралловых рифах тропической Индо-Тихоокеанской области. Фактически, ареал этого вида является одним из крупнейших по площади среди морских рыб. Мавританский идол населяет лагуны с приливами, скалистые и коралловые рифы, предпочитая участки с твердым дном. Чаще рыбы встречаются парами, маленькими группами, от двух до трех особей или редко стаями, это более характерно для молодых особей. Иногда взрослые рыбы образуют гаремы из пяти-десяти особей. Занклы питаются губками, мшанками, коралловыми полипами, другими беспозвоночными и водорослями. Губки могут составлять до 86% содержимого желудка исследуемых экземпляров и встречаются у всех исследуемых рыб. Узкое удлиненное рыло и загнутые назад зубы помогают занклу вытаскивать беспозвоночных из трещин рифа. Рыбы этого вида нерестятся в вечернее время, поднимаясь парами к поверхности воды, и мечут пелагическую икру. Плодовитость до 50 тысяч икринок, инкубация до 48 часов. Забота о потомстве отсутствует, личинка ведет планктонный образ жизни. Долгая личиночная фаза является причиной широкого распространения мавританского идола. Достигнув длины 7,5 сантиметра, личинки переходят в фазу мальков. Ее винильная окраска отличается от взрослой. Также у молодых особей этого вида есть колючки в углах рта и нет выростов над глазами. По мере взросления колючки исчезают, а выросты появляются. Пара образуется на всю жизнь. Самец ярче и стройнее самки, также у него крупнее выросты над глазами. Такая верность у рыб встречается довольно редко. Самец проявляет агрессию к другим самцам своего вида. Иногда доходит до схваток между ними. Арабы Северной Африки почитают эту рыбу. Они считают, что эта рыба приносит счастье тем, кто окажется в непосредственной близости к ней. И когда в их уловах она попадается, то они отпускают ее. От этого поверье происходит второе название рогатого замкла, мавританский идол.